Премьер-министр Эстонии Кая Каос назвала посещение Евросоюза привилегией, намекая, что обладателям российских паспортов без наводящих вопросов из Сирии «А Путин поедет в Гаагу» или «Вы больше любите джунгли, сад или 15 лет с конфискацией без права переписки, сильно делать нечего в единой как никогда прежде Европе». Дело было в начале августа текущего года и казалось тогда, что до краха этого вашего Кремля рукой подать. А вот свежие новости, ведь внезапно выяснилось, и это пишем не мы, но вполне себе респектабельное издание The New York Times, которое признало больше устойчивость российской экономики, чем ожидалось, эстонские кондитерские пекарни находятся на грани закрытия. Почему? А все просто покупательная способность в стране. То есть, что с привилегиями, напомним, внезапно снизилась, а текущая наценка на продукцию не покрывает подорожавшее сырье и электричество. Так что, если говорят бизнесмены, государство не придет на помощь своим предпринимателям, уже в январе и феврале следующего года маленькую страну ждет крупнейшая волна банкротств и сокращений. В общем, пессимист видит темный тоннель, оптимист видит в его конце свет, реалист наблюдает приближающийся поезд, прагматик чистит автомат Калашникова, а эстонский бизнес уже побежал, кто прозорливее, как минимум в соседнюю Финляндию. Там, правда, тоже не рай на земле, да еще скоро ракеты российские перенацелят на новую страну блока НАТО, но вы же помните, жить в ЕС – это привилегия. Теперь прямо совсем, главное не перепутать. Ибо, вот еще из прекрасного, по итогам октября инфляция в Эстонии предварительно превысила 22% в годовом исчислении. И октябрь – это седьмой месяц подряд, когда Таллинн демонстрирует наибольший темп роста цен среди стран Евросоюза. Про Россию с ее двенадцатью с хвостиками процентами вообще говорить не будем. Впрочем, еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Друзья, пожалуйста, не забывайте, что в современных тяжелых условиях мы работаем лишь благодаря вашей исключительной поддержке. Даже 50 рублей вашей помощи нам крайне важны. Номер карты на экране и в описании к этому ролику. Спасибо и вместе победим! Итак, в последнее время в Эстонии, вот же удивительно, по-любому Путин подстроил, участились кражи в магазинах и жилых домах, пишут местные СМИ. Типовая схема работы по, так сказать, Оушену следующая. Один гражданин привилегированной стороны уносит все имеющиеся в магазине наличные, другой просто хватает первую попавшуюся вещь, третий мило общается в это время с охранником, всем видом показывая, что рыпаться будет себе дороже. Но, впрочем, побил все рекорды института развития здоровья республики с рекомендациями о правильном питании. Вы пока тетрадочку приготовьте, советы эти крайне важны, их надо занести туда же, куда вы уже записали про привилегию посещения Европы, а мы приступим. Итак, как пишет эстонская газета Плостиме, ссылаясь на благородное учреждение, согласно рекомендациям института, в целях экономии средств жителям страны нужно готовить самостоятельно. Как можно реже покупать консервы, полуфабрикаты и готовые продукты. Каша, к слову, должна быть на столе хотя бы раз в день. Каша на завтрак выйдет дешевле бутербродов, сообщают эстонским пенсионерам ученые-мужи. А дальше вообще прекрасные соки и нектары посоветовали заменить на простую воду. Цитируем, если самостоятельно разбавить дома покупной сок, то можно получить из одного литра примерно до 15 литров напитка. Прямо согласитесь, вопросов в двадцать первом веке коротких носочков для мужчин сильно больше, чем ответов. Например, можно также с бензином провернуть схему, с кефиром, с деньгами, наконец. Ведь если разменять, скажем, один евро по евроцентам, это ж какое богатство сразу. Впрочем, и это далеко не конец истории.